Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Кумертаустам предлагают проголосовать за новый облик парка имени Гагарина. Голосование организовано на сайте администрации в рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды. Реконструкция предусматривает установку новых скамеек, урн, замену прокладку дорожно-тропиночной сети, строительство парковки, восстановление стен детского городка и другие изменения. Напомню, проголосовать можно на сайте городской администрации в соответствующей закрепленной публикации. К другим темам. Несмотря на ненастную погоду, в городе Кумертау широко отметили День Победы. Праздник начался с шествия бессмертного полка. В этом году в нем участвовали порядка трех тысяч человек. Кумертау празднование Дня Победы начались с самого утра. Уже с девяти часов у дворца угольщиков стали собираться участники акции «Бессмертный полк». У каждого в руках фотографии отцов, дедов и бабушек, воевавших за родину. Это свекор мой, отец моего мужа. Это папа мой. Спасибо им, что воевали, что спасли страну, родину нашу. Портрет моего дедушки, который почти до конца дошел до Берлина. Во Франции его ранили и до конца отдал свой долг. Мы пришли с внуками вместе помянуть наших родственников, отца, деда, прадеда, которые воевали, которые остались на полях сражений. Чтобы вспомнить, идем, рассказываем. Это память. Мы этим довольны. Полина Андреевна пришла на праздник с портретом брата, который пропал без вести. Тем не менее, как и многих других солдат, его помнят и гордятся им. 17 лет только ему исполнилось, 20 февраля, его на войну забрали. Мы больше его не... Две фотокарты он прислал, я его не видела. И потеряли, не спасли. А письмо тоже не сохранилось. Ничего мы про него не знаем. Вот все, он пропал. После общего фото участники акции плотным строем проследовали площади. В колоннах плечом к плечу шли люди разных возрастов, которые помнят своих близких. Течет рекою в день весенний, людской поток. Идет лавина поколений, бессмертный полк. Плывут потребы, как святыни, И рядом мертвые, живыми Сыны и дочери России Бессмертный полк. В это же время на Центральной площади собрались ветераны, труженики тыла и горожане. Их со сцены встречали творческие коллективы города. На сегодня в Кумертал проживает 35 участников Великой Отечественной войны И 970 тружеников тыла. Ветераны, пришедшие на праздник, принимали парад с участием кадетских классов. Ребята прошли финальный этап смотра строя и песни. Всего в конкурсе приняли участие 15 команд. Курсанты, несмотря на проливной дождь, выступили достойно. Четко чеканья шаг. Они показали ветеранам, что растет достойная смена, Готовая в любой момент встать на защиту Родины. На площади Советов второй сводный взвод кадетской роты школы номер 6. В составе взвода учащиеся первых третьих классов школы. Призеры и победители регионального тура российского конкурса Исследовательских работ и творческих проектов. Продолжились празднования шесть-семь ветеранов к монументу боевой и трудовой славы. В колонии прошел и бессмертный полк. В этом году почти три тысячи участников акции встали в строй с портретами своих родственников, воевавших на фронтах войны и трудившихся в тылу. Участники шествия под военной марши в исполнении духового оркестра прошли по улице Ленина до площади Мира, где состоялся торжественный митинг. Его открыл глава администрации города Борис Беляев. Я сердечно поздравляю вас с днём нашей великой победы. Мы низко склоняем головы перед всеми, кто сражался и трудился во имя победы. Этот человеческий подвиг достоин нашей вечной памяти, восхищения и уважения к каждому, кто испытал и прошёл войну. Такие герои есть в каждой семье россиян. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и троекратным залпом. Затем участники митинга возложили венки и цветы к вечному огню. Поклонимся великим тем годам, Всем славным командирам и бойцам, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На сегодня в строю остаются немногие. На праздник смогли прийти всего девять участников Великой Отечественной войны. Они свидетели тех страшных военных лет. Каждый из них является для нас героем. Воевал я с японцами. Ну что, служил, воевал в 405-м стрелковом полку. Я сам воздушный, в 10-м войсках, я парашютист. Потом нас перевели в Финский фронт. Финами воевал, Карелии освободили, там участвовал. Потом оттуда перевели нас в Венгрию. Оттуда опять начали. Да, родина, это Гитлера. Это Вена, что ли, ко мне. Задание было взять эту Вену. Это Австрия. Я там тяжело ранен был. Пять лет жила в Орловской области. Мы в землянке жили, а немцы в домах. Так что я всю войну помню. Вот так моя золотая. Что чувствуете в день победы? Сегодня что чувствуете? Зачем это? Что, сердце болит? Вот что. Отец погиб на войне. Мой отец на войне погиб. Вот чувствую. Программа праздника насыщенная. В этот день также работала полевая кухня. Топилась печка. Готовили гречневую кашу, фронтовые 100 грамм и чай. В дождливую и прохладную погоду такой обед был как нельзя кстати. Солдатскую кашу могли отведать все желающие. Сегодня у нас попробовала солдатскую кашу. Была гречка с чаем. Очень было вкусно. Прям сил добавляю. Сразу видно, что прям солдатская. Очень вкусно. Очень вкусная каша. Фронтовая. И главное с маслом. А чай с сахаром. Пусть будет всегда так. Мы сегодня шли в этом бессмертном полку. В прошлом году мы нашли дедушку в Орловской области, в братской могиле. И вот правнуки решили пройти первый раз, показать, что у нас тоже есть человек, которому можно поклониться, как и другим ветеранам. Поэтому спасибо большое всем ветеранам. Осталось их, конечно, очень мало, очень жалко. Поэтому сегодня и грустно, и весело одновременно. Поэтому низкий им поклон. Час дня на площади Советов состоялась легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кумертауское время». Перед началом спортивного мероприятия на общем построении спортсменам, показавшим высокие результаты, были вручены золотые и серебряные значки ГТО. В эстафете приняли участие 180 человек. Это школьники, студенты и представители трудовых коллективов. Айгуль Мухаммедсина, Владимир Кузьмин. Новости. Традиционный автопробег «Спасибо деду за победу» проехался по Кумертаусским улицам. Автолюбители благодарили ветеранов войны и тружеников тыла. Организаторы, в свою очередь, наградили участников грамотами за лучшее праздничное оформление автомобилей. Моросящий дождь и мокрые дороги не помешали автолюбителям собраться на площади Советов. Ведь повод поистине важный. Автопробег «Спасибо деду за победу» проводится каждый год. Но в этот раз погода создает трудности. Организаторы говорят, что такие мероприятия прививают уважение к историческому наследию нашей страны. Очень приятно, что в этом году, в этом автопробеге приняло участие более 50 человек. Но, тем не менее, еще больше было пассажиров в автомобилях, поэтому у нас экипажи целые были сформированы. Несмотря на погодные условия, все участники очень подготовились. Гуашь, конечно, потекла в некоторых моментах. В этом году маршрут был построен исключительно в жилой части города, чтобы горожане могли наблюдать за колонной из окон своих домов. Точка старта – площадь Советов. Заканчивался маршрут здесь же. Награждение победителей в номинациях проводилось уже после самого автопробега. Многие участники на площади задерживаться не стали. Поехали дальше, но уже не в составе колонны. Мы раздали номинации. Все водители у нас получили сертификат участника автопробега. По эмоциям все остались довольны. Очень приятно, что все приняли участие без происшествий. Что говорит о сознательности наших водителей, о том, что они приняли участие в автопробеге с целью отдать дань уважение нашим ветеранам. И почтить память, которые погибли в Великой Отечественной войне. В этом году участники автопробега «Спасибо деду за победу» сделали упор на состав экипажей. Игорь Макаров был пассажиром современного японского автомобиля. Кто бы мог подумать, что такая машина может получить номинацию. Ездили мы на Subaru Impreza с другом. Почему приехали? Потому что нужно почтить память дедов, которые дали нам жизнь. Без них не было вот этого чистого неба. Пусть оно сейчас и дождливое. Не было бы вот этого всего концерта, вообще не было бы этого праздника. Потому что если бы мы не победили, не было бы ничего. Этим автопробегом участники еще раз доказали, что погодные условия не могут стать препятствием для наших автолюбителей, если нужно проявить уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. Роман Бекулов, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Концерт духового оркестра в честь Дня Победы не позволил слушателям усидеть на месте. Юноши и девушки перед сценой начали вальсировать и приглашали остальных последовать их примеру. И те, и другие попали в объектив нашей видеокамеры. Духовой оркестр в этом году изначально планировал сюрприз для зрителей. За кулисами мы встретились с руководителем музыкального коллектива. Он и рассказал нам о новшествах. В этом году в концерте мы представим вам новую певицу, но новую, как она с нами впервые. Будет выступать от Виктории Майя. Очень одаренная девушка, талантливая. Я надеюсь, что зрителям понравится. У нас ряд новых произведений, включая джазовые, чего раньше не было. Но мы работаем. И работаем, как всегда, для вас, куда-то отца. Для певицы Виктории Майя выступление с оркестром – это желание давнее. И в День Победы оно осуществилось. Это для меня дебют, получается, в некотором роде, так как я пою с оркестром первый раз. И, в общем-то, это что-то для меня новое, новый опыт. У меня была некоторая картинка в голове, так скажем. Мне хотелось именно с духовым оркестром выступить. И, в принципе, это так вот, как бы, чисто случайно или наоборот получилось. С самого начала концерта у сцены репетировали танцоры. Уже было понятно, юноши и девушки специально ждут, когда оркестр начнет играть вальс. Как только заиграл танцевальный ритм, юноши и девушки начали выходить к сцене. Движение подхватили активисты молодежных общественных организаций, а после этого ребята начали приглашать на танец зрителей. Кто-то танцевал на любительском уровне, а другие – явно профессионалы. Постепенно к танцующим парам присоединилось и взрослое поколение. Ребята, ну, то есть неравнодушная молодежь, решила организовать флешмоб. И, ну, сначала танцевали только свои люди какие-то, затем стали подсоединяться люди из толпы. Ну, это было очень весело. Оказалось, что некоторые участники флешмоба действительно занимаются танцами. Камиль Рахмангулов и Марина Багрова редко отходили от сцены. Их опыт бальных танцев вальсом не ограничивается. Я вообще люблю танцевать, давно занимаюсь бальными танцами. И, как я услышал о вот этом направлении, флешмоб, танец под духовой оркестр, заинтересовался, всегда ищу информацию в интернете, интересно. А тут еще нам повезло, что ритмы были, фокстрот, танго, вальс, именно то, что мы танцуем, изучаем. Интересно, что флешмоб был организован заранее, но ни одна из официальных организаций к его подготовке не причастна. Городские активисты поддержали инициативу, но узнали о планируемых танцах в интернете. Вконтакте мы увидели рекламное объявление о том, что будет организован такой вот флешмоб. Было обозначено время, место, мы подошли сюда, и вот были очень приятно удивлены. Это инициатива самой молодежи, и все-таки молодежь инициативна у нас в городе, она развивается, она любит творчество, она любит танцы, любит красиво и со вкусом отдыхать. Народный духовой оркестр города Кумертау в это время уверенно продолжал играть свой репертуар. При этом зрители, которые пришли просто послушать живую музыку, получили массу эмоций. В принципе, это создано для народа, для души, для души, чтобы люди радовались и праздновали День Победы всю жизнь, весь, пока мир существует, мир существует. Столько лет, чтобы люди радовались и уважали это все мероприятие. Ну, вообще впечатление хорошее, мне нравится. Каждый год хожу, и еще все лучше и лучше. Молодцы! Объявляем благодарность администрации, всему руководству за такую организацию, за 1 мая, 9 мая. Прекрасно! Зрители заряжались эмоциями, а танцоры подогревали атмосферу праздника. Все это, конечно же, стало отличной поддержкой для музыкантов на сцене. Ближе к финальной композиции зрителей становилось больше, а по окончанию концерта участников танцевального флешмоба уже не было видно. Сцену в это время готовили к следующему мероприятию. И, конечно, хотелось бы поздравить наших дорогих горожан с самым значимым, самым великим праздником в нашей стране. С Днем Победы! С Днем Победы, дорогие горожане! Роман Беккулов, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». После концерта духового оркестра на сцену вышли другие артисты. «Молодая гвардия» поет песни «Победы». Это концерт, который ежегодно проводится в Кумертау 9 мая. Традиционно местные таланты исполняли песни военного времени и современные композиции о победе и победителях. Концерт «Молодая гвардия» поет песни «Победы» был объявлен на праздничной афише. Зрителей собралось даже больше, чем на концерт духового оркестра. И хотя никаких танцев у сцены не объявлялось, вальсовые ритмы все равно заставляли зрителей двигаться в такт музыки. Со сцены звучали песни, которые помогали нашим предкам строить и жить. Песни о войне и о тех, кто отвоевал мир. Все это только в современных аранжировках и исключительно голосами молодежи. Песни «Близкие сердцу» — хорошее исполнение и яркие сценические образы. Это еще не все составляющие праздничного концерта. Здесь очень важно правильно представить артиста зрителю. Михаил Рябов из Кумертаусского горного колледжа не только отлично справился с этой задачей, но и успел между номерами поделиться с нами своими впечатлениями. Конечно, впечатления очень яркие. Я впервые в жизни веду концерт «Молодой гвардии». Это очень великий праздник, День Победы. Уже исполнилось 72 года. И как-то я очень рад, конечно, что я веду. Это отлично. Я поздравляю всех ветеранов и других жителей нашей страны, России, нашего города Кумертаус с этим великим праздником. И, конечно, желаю великого здоровья, всего самого-самого лучшего. В концертной программе были песни на русском и башкирском языке. Артисты исполняли не только песни о войне, но и легкие романтические композиции о любви. Завершающий концерт на площади Советов, можно сказать, стал кульминацией праздника. Он собрал большое количество горожан. Традиционно праздничная программа завершилась салютом. Праздничный концерт «Весна Победы» начался в 9 вечера и стал самым посещаемым в этот день. В сумерках на площади Советов стало еще красивее. Яркие экраны и профессиональный концертный свет раскрыли свой потенциал уже после заката. Концертные номера при этом тоже становились все ярче. Кроме песен, на сцене были исполнены и чувственные театральные номера. Также концертная программа не обошлась и без танцевальных коллективов. Дождь, который шел весь день, во время концерта иногда прекращался. Но за это время одежда высохнуть не успевала. Впрочем, это не заставило зрителей расходиться. Ну, традиционно 9 мая – это один из самых популярных, самых любимых праздников. И год из года появляется что-то новое, но все равно праздник остается именно праздником по Великой Победе. Погода сегодня несла свои коррективы, но народ пришел. Все едины, все празднуют и не обращают на это внимания. Горожане поздравляли друг друга, встречали старых друзей, знакомых и, конечно же, делились с нами своими впечатлениями. Очень хорошо, хороший концерт сегодня, вообще замечательный. Всех с праздником хочу поздравить, чтобы не было войны, чтобы мир на небе был на земле. Мир, дружба, чтобы у всех было все прекрасно, у людей, чтобы не было того, как испытали наши деды, родители наши, мои. Зрителей на концерте становилось все больше. Горожане выходили на площадь советов не просто послушать песни и посмотреть номера, но и в знак благодарности своим предкам за их великий подвиг. Вышел вечером только, но пошел помянуть своих дедов, отцов. Я очень рад, что помнят их и что они, как бы говоря, отстояли наше право на свободу. Эта победа досталась очень большой ценой, очень тяжело. Мы, дай Бог, будем все помнить об этом, чтобы наши внуки и правнуки об этом помнили. И самое главное, постараемся им об этом донести. Это очень была тяжелая победа. Финальный концерт Дня Победы по традиции завершился до 11 часов. На небе было уже темно и со сцены был объявлен праздничный салют. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравил глава администрации Борис Беляев. По традиции он встретился с ними лично. В Кумертау на сегодняшний день проживает 35 ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, не все они могут присутствовать на параде Победы 9 мая. Но не поздравить нельзя, поэтому глава администрации едет поадресно. Перед официальной частью поздравления Бибисараб Дульмаликовна Базырова рассказала нам о своих фронтовых друзьях и одноклассниках. Тот мальчик, с которым я дружила, Ваня Шмагин, мы вместе с ним почему-то оказались сразу вместе, вернулись из армии, вместе закончили 10 классов. Но он уехал учиться в Ленинград, он доктор, а я сказала, нет, я туда не поеду, я буду учиться в Уфе. Я училась не в Уфе, а училась, конечно, в Стерлитамаке. Поступила в Уфимске, а потом перевелась. Прибытию главы администрации Бибисара Абдулмаликовна была искренне рада. Встречать Бориса Беляева, сидя, упорно не хотела. Присаживай, присаживай, дайте вас обниму еще раз. Давай, садись, садись, садись. К приезду гостей Бибисара Базырова готовилась. Во время беседы она рассказала о своей домашней библиотеке и посоветовала гостям читать Захара Прилепина. Абдрахман Шангареевич Туйгильдин вышел встречать гостей у подъезда. Бориса Беляева он узнал сразу. Абдрахман Шангареевич Туйгильдин, администрация, голова города? Да. Да? Беляев? Да. Представители городской администрации доставили Абдрахману Туйгильдину подарок. Подниматься домой к ветерану глава администрации не стал. Поздравил сразу на месте. Следующий Борис Беляев поздравил Валентину Ильиничну Коновалову. Она призналась, что весь вечер и ночь вспоминала фамилии своих руководителей. Ветеран войны поблагодарила представителей администрации и главу лично за то, что они нашли момент, чтобы навестить ветеранов. Спасибо вам большое. Низкий вам поклонок нас. Мы с огромным удовольствием пришли, Валентин Ильиничный. Спасибо вам большое. Андрей Иванович Канаев тоже готовился к приезду гостей. Андрей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с праздником Днём Победы, Андрей Иванович. Спасибо. Желаю здоровья, крепкого, богатырского, хорошего настроения. Спасибо. А это вам к чаю, Андрей Иванович. Китель с наградами надевать не стал, но после беседы всё-таки решил надеть его вместе с фуражкой для памятной фотографии. Андрей Иванович рассказал, как проходила его служба в рядах военно-морского флота. Шесть лет на корабле, да, а потом меня послали в военно-морскую школу второй раз. Там меня оставили, я два года с личным инструктором там побыл. Принимали молодёжь, которые призывали в армию. Вот так служба моя. Следующий на очереди Александр Яковлевич Нуктулов. Беседа главы администрации с ветераном надолго не затягивалась. Борис Беляев спросил о здоровье, о бытовых условиях и, конечно же, похвалил бодрость духа. На базар каждый воскресенье хожу. Продукты покупаю. Так и надо, Александр Яковлевич. Не надо подать духу. Говорюсь, гимнастикой занимаюсь, зарядку делаю. Вот это самое главное. Александр Нуктулов был ранен в первый год службы, но после этого прослужил в танковых войсках шесть лет. Рашид Абдрахманович Баширов вышел на свой переулок, чтобы встретить гостей из городской администрации. Он живёт в частном доме и самостоятельно ведёт хозяйство. Кроме того, Рашид Абдрахманович сам ухаживает за своей женой и всё время сохраняет оптимизм. Главе администрации ветеран показал свой участок. После официальных поздравлений нам удалось побеседовать с участником войны. Он рассказал, как проходила его служба связистам уже после победы над фашистским захватчиком. Китай оккупировал территорию японцами. Вот мы освобождали территорию Китая. Оттуда выехали в 1946 году, в мае. И до 1950 года Хабаровский край. Ну, Хабаровский весь восток. На сегодняшний день ветераны Великой Отечественной войны здоровьем похвастаться не могут. Но все, с кем нам удалось увидеться во время поздравления главы администрации, обещали присутствовать на параде 9 мая. Роман Бекулов, Владимир Кузьмин. Телекомпания «Арис». Глава администрации Кумертау Борис Беляев провел встречу с коллективом народного ансамбля танца «Контраст». Ребята недавно приехали с международного конкурса под названием «Крылатый барс», который проходил в Казани. Младший состав коллектива привез гран-при. Официальное поздравление прошло городской администрации. Поддержка молодых талантов остается приоритетным направлением в социальной политике города. Глава администрации городского округа Борис Беляев на встрече с народным ансамблем танца «Контраст» подчеркнул, что для города важен успех каждого, кто живет здесь. Младшая группа коллектива на днях завоевала гран-при в шестом международном конкурсе фестиваля «Крылатый барс». Он проходил в городе Казани, республике Татарстан. Возраст участников из Кумертау 11-13 лет. Борис Беляев поблагодарил детей, их родителей и педагогов за высокие результаты. Рад вас приветствовать, рад вас честствовать в нашей администрации. Хочу вас поблагодарить в первую очередь за то, что мы, несмотря на свой юный возраст, мы уже достигли таких высот и участвовали на таких высоких мероприятиях, как «Крылатый барс». На встрече ребята поделились своими впечатлениями от поездки. В этом составе для выступления в конкурсе они выезжали впервые. В течение четырех дней были не только репетиции и выступления. Юные танцоры увидели и достопримечательности Казани. Готовились мы упорно, чтобы занять что-нибудь. Вот привезли гран-при. Впечатления остались хорошие. Все понравилось, отель понравился. Как мы выступали, сцена понравилась, мероприятие. Вот это все понравилось. Перед выступлением мы все берем все за руки, говорим, что у нас все получится. Ну и у нас все получается. Руководитель коллектива, заслуженный работник культуры республики Светлана Кондратьева. Как отметил глава администрации, она вырастила не одно поколение талантливых детей, многие из которых в последующем сами становятся педагогами. От организаторов конкурса, главе администрации Борису Беляеву, Светлана Павловна передала диплом за поддержку молодых талантов. Что касается данного результата, на этом останавливаться нельзя, отметила она. С каждыми детьми по-разному бывает. Я очень надеюсь, что это все-таки было холодным душем, потому что там очень сильные коллективы были, и представлены самые разные регионы нашей страны, Владивосток, и Москва, и Питер, и Прибалтика, это уже за рубежом. Я очень надеюсь, что они чему-то научились, потому что когда я вывожу детей, цель главная у меня научить, чтобы они видели, что это такое, как работают другие, и чего можно добиваться. В завершении встречи общие фото на память. Айгуль Мухаммедшин, Владимир Кузьмин, Новости. В здании администрации городского округа состоялся конкурсный отбор на должность начальника отдела инвестиций и инноваций. Объявление о проведении конкурса было размещено 1 апреля в газете «Кумертауское время» и на сайте администрации. Всего в конкурсе участвуют три кандидата. Для занятия вакантной должности начальника отдела требование наличия высшего образования, наличие стажа государственной или муниципальной службы не менее двух лет или работы по специальности, по направлению не менее четырех лет. 7 мая в районном доме культуры «Молодость» прошла встреча главы администрации района Ахата Кутлу Ахметова со студентами. Для собравшихся в этот день презентовали фильм киностудии «Башкортостан» о трех героях Советского Союза, уроженцах Кургазинской земли. Перед началом встречи почетные гости и мероприятия возложили цветы к памятникам Кенде Арслановой и героям Советского Союза. В этом году мероприятие приурочено ко Дню Победы. Поэтому тематика встречи со студентами в целом носит патриотический характер. Это отразилось как в музыкальных номерах артистов, так и в приветственной речи главы администрации Ахата Кутлу Ахметова. На сегодня в разных учебных заведениях республики и страны обучается 569 студентов Кургазинского района, 56 из них по целевым направлениям. Ахадив Датович высказал пожелание увидеть ребят в дальнейшем уже в качестве специалистов в организациях района. Хочу подчеркнуть важность и актуальность нашей встречи. Ее главная цель – укрепить наши отношения, сохранить преемственность поколений, привлечь вас, молодых специалистов, жить и трудиться на малой родине. Глава муниципалитета рассказал о социально-экономическом развитии района, о перспективах и задачах, которые ставит перед собой руководство, а также о программах по поддержке молодых специалистов, молодых семей. Так, в этот день по программе обеспечения жилье молодых семей сертификат на улучшение жилищных условий получила семья Минибаевых. Что касается трудоустройства, в районе требуются специалисты в разных областях. Нужны врачи, фельдшеры, инженеры, механики, экономисты, токари, фрезеровщики и многие другие. К каждому, кто обратится, будет оказано всемирное содействие, уверили студентов. Впрочем, эта информация была полезна и для 111 учащихся выпускных классов. Они также приняли участие в этой встрече. О том, как успешно можно реализовать себя на малой родине, советы дала и гостья, член экспертных советов госсобраний Курултай Республики Нина Филипова. Давайте мы съездим. Никто не говорит, что не надо никуда ездить. Надо. Надо поехать. Надо выучиться. Надо взять самое лучшее. И нужно привезти это все сюда. И пусть другие едут сюда. Но для того, чтобы другие ехали сюда, нужно что-то создать. Студенты отмечают, что такие встречи полезны для них. Многие уже сейчас планируют вернуться для дальнейшей работы в родной район. Сейчас я учусь на геолога, но потом магистратуру я хочу закончить по другому предмету еще. И вернуться в наш прекрасный район, поработать, взять опыт и потом дальше еще выше пойти. Разумеется, у меня есть желание вернуться в район. Я, когда закончу университет, в течение двух месяцев я приду, изучу рынок труда, какие есть вакансии, подходят ли они мне, подходят ли мое образование для них. Если будет возможность, конечно, я вернусь. Буду себя здесь искать также. Также студентам рекомендую возвращаться в районы, так как я говорила уже до этого, что легче будет продвигаться по карьерной лестнице. В рамках встречи для собравшихся в этот день был презентован фильм «А вы помните нас» режиссеры документальной ленты Веллюр Исен Давлетова, сценарист Магафор Тимирбулатов. Фильм создан на киностудии Башкортостан. Мне было очень тяжело сделать кино, нет самих фронтовиков. А я хотела, как художник, донести до зрителя правду войны. И вот крупицами, благодаря родственникам, благодаря каких-то маленьких архивных кино-видеоматериалов на военную тематику, специально съездила в Москву, привезла и местный музей Кензя-Бызова помог фотографиями, какими-то письмами, документами, вот так, крупицами восстанавливали. Ну, как бы, хочу сказать, что родила фильм. Куэргазинцы первыми увидели данный фильм. Среди зрителей – родственники героев Советского Союза. Гафиатулы Арсланова, Сальмана Бектимирова и Хасана Гайсина. Мы всегда гордость чувствуем, всегда гордость. И мы, главное, знаем своих предков. Поэтому вот мы рады, что до людей хоть это дойдет. Что на такой земле вот такие герои родились и жили. Не каждый регион этим похвастается. Я горжусь, конечно, вот эти потомки, чтобы видели, вот он, я своим детям показываю, вот какой у вас дедушка был. Они говорят, о, какой большой, оказывается. Я тоже буду горжусь, мы тоже постараемся, скажем, внукам будем показывать, вот какие у нас были герои. Спасибо, что поставили такой хороший фильм. Не забывают наших участников Великой Отечественной войны. Спасибо всем. Фильм будет показан 22 июня в Уфе, затем по телевидению. Айгуль Мухамедшин, Ярослав Кондратьев, Новости. Это последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok